Трудно припомнить времена, когда PlayStation не была одной из доминирующих сил на рынке консолей. В течение почти двух десятилетий приставка от Sony была в авангарде индустрии видеоигр, бок о бок с Xbox и консолями от Nintendo. Очевидно, что у PS4 есть свои секреты. Даже несмотря на то, что PS5 уже не за горами, есть ли способ лучше отдать честь PS4? Наверное, нет. Вот именно поэтому мы бы хотели поделиться с вами интересными советами и лайфхаками. Видео подойдет как новичкам, которые приобщились к PS4 не так давно, так и тем игрокам, которые уже седьмой год наслаждаются этой приставкой. Что ж, пристегните ремни и мы начинаем. Скачивание игр в режиме покоя через удаленный доступ Режим покоя, вне всяких сомнений, является самой лучшей функцией PS4, хотя справедливости ради появилась она не сразу. Тем не менее, дабы разобраться с режимом покоя, зайдите в общие настройки, затем в настройки энергосбережения и выберите те функции консоли, которые будут продолжать свою работу в покое. В первую очередь нас интересует пункт про приостановку работы приложений. Отметив его, ваша консоль по сути никогда не будет выключаться. Счета за электричество, конечно, подрастут, но при этом вы не будете тратить время на запуск PlayStation и самих игр. Находясь в режиме покоя, консоль сможет заряжать геймпады и обновлять игры, что весьма полезно, пока вы находитесь на работе, учебе или просто спите. Главное, не забудьте активировать эти функции в соответствующих меню. И, наконец, самое главное, PS4 сможет взаимодействовать с приложением PlayStation на вашем телефоне и у этого есть свои преимущества. Например, представим, что вы сидите на работе и тут выходит новая игра. Что ж, вы можете приобрести ее в цифровом магазине, нажать «Скачать» и игра начнет устанавливаться на вашу консоль. Видите? Говорим же, лучшая функция – удаленное управление через ПК, телефон или PS Vita. Одной из наиболее уникальных особенностей PS4 является удаленное управление, которому Sony могли бы уделить еще чуть-чуть внимания, и оно получилось бы действительно грандиозным. Короче говоря, вы можете играть в PlayStation 4 через множество внешних устройств. PlayStation, Vita, телефоны, планшеты и даже ПК. Складывается весьма удивительная ситуация, ведь удаленное управление по сути противоречит самой идее консоли и их эксклюзивности. Конечно, вы не можете полноценно управлять консолью через сторонний девайс, хотя я уверен, что кто-то досообразил, как это провернуть. Но вот поиграть получится точно. Итак, представим, что вас выгнали из гостиной, где стоит консоль, ну или вообще из дома. Может быть, вы сидите в аэропорту, ожидая рейс для деловой поездки или скучаете на семейном собрании. Просто подключите геймпад, скачайте соответствующую программу, запустите ее и бум, готово. Вы получаете тот же экспириенс, только экран поменьше, да задержка ввода присутствует. Одновременное использование Spotify на телефоне и консоли У музыкального приложения Spotify есть довольно неплохая интеграция с PlayStation 4, и вы можете использовать его двумя способами. Во-первых, вы можете просто открыть Spotify через домашний экран или быстрое меню, то есть всего лишь зажать PS-кнопку. После чего вы сможете возвращаться к этому приложению по двойному нажатию кнопки «Домой». Тем не менее, есть еще один, возможно, даже более удобный способ использования Spotify через PS4. Если у вас на телефоне есть это приложение, а консоль подключена через то же интернет-соединение, что и телефон, тогда вы можете связать оба девайса через Spotify. Выберите необходимую музыку, затем там же, в Spotify, используйте менеджер устройств и переключите ввод на PS4. Готово, теперь вы можете слушать как музыку, так и звуки игры. При этом громкость музыки настраивается через приложение Spotify. Очевидно, для второго способа нужен телефон, но, будем честны, он и так всегда под рукой. Настройка DualShock 4. Большой, удобный, совершеннее своего крошечного предшественника. Естественно, у геймпада от PS4 есть свои секреты. Ну, во-первых, вы знали, что можно уменьшить яркость световой полоски? Увы, лишь уменьшить, выключить нельзя, но это уже что-то. Для этого зажмите кнопку «Домой», затем зайдите в настройки звука и устройств. Там вы сможете не только снизить яркость, но и отключить дополнительный звук. Ну, а если вы самое настоящее чудовище, то здесь же возможно выключить вибрацию. Помимо снижения скорости расхода батареи, у DualShock 4 есть еще один туз в рукаве – управление при помощи гироскопа. Конечно, большинство владельцев PlayStation знают о функции Sixaxis, которая впервые появилась на DualShock 3, и у геймпада PS4 есть похожий функционал. Когда на экране появляется клавиатура, зажмите правый stick, теперь вы сможете управлять курсором, наклоняя геймпад. Поначалу это кажется странным, нужно какое-то время, чтобы привыкнуть, но поверьте на слово, так печатать будет куда быстрее, чем использовать D-Pad. Двойное нажатие и быстрое переключение. Вот вам и полезный, вместе с тем, простой трюк, который сделает переключение между приложениями и меню намного проще. Очевидно, что если нажать на кнопку «Домой», консоль переключится на главный экран. Где, собственно, и находятся все игры, приложения, вкладки, список друзей и сообщения. Однако если вам нужно вернуться, например, к какому-то конкретному диалоговому окну, просто нажмите кнопку «Домой» дважды, что переключит вас к последнему открытому меню. Казалось бы, крошечная деталь, однако многие о ней не знали или же открывали для себя эту функцию по чистой случайности, например, ну, не знаю, уронив свой геймпад. Если вы нечасто переключаетесь между разными вкладками и приложениями, двойное нажатие может показаться ненужным, тем не менее я уверен, что многим оно пригодится. Такую ситуацию очень легко представить. Вот вы читаете гайд через встроенный браузер, и благодаря двойному нажатию вы с легкостью переключитесь на список достижений, групповой чат или Spotify, дабы выбрать нужный трек. Проверка достижений через быстрое меню, не выходя из игры. И снова-таки простая функция, которую многие пользователи упускали на протяжении многих лет, и все из-за того, как сильно она менялась. Теперь вы можете зажать кнопку «Домой» и открыть обновленное быстрое меню, в котором расположено множество опций и настроек, здорово экономящих время. Быстрое меню стало куда более обширным по сравнению с релизной версией и позволяет быстро получить доступ к каждой области консоли. Здесь можно увидеть, кто из друзей находится в онлайне, быстро переключить свой статус, проверить группы, трофеи и даже статус трансляции, если вы стример. Тем не менее, это далеко не все. Через быстрое меню можно переключиться на другого пользователя, перезапустить или даже выключить консоль. Ну и конечно же поставить ее в пресловутый режим покоя. Кроме того, DualShock также настраивается через это меню. Ну и наконец здесь же вы можете проверить трофеи, не выходя из самой игры. Использование PS Vita в качестве второго геймпада. Мы уже говорили про удаленное управление PlayStation через внешние девайсы, но у нас есть еще одни хорошие новости для тех десяти человек, что купили PS Vita. Вы можете использовать ее в качестве второго, хоть и немного странного геймпада, который очень похож на DualShock 4. Похож в том смысле, что Vita не поддерживает сложное управление гироскопом, однако ее задние тачпады полностью функциональны. Это очень удобно, если вы купили Vita из-за огромного количества бесплатных игр, раздаваемых в PS Plus, но не хотите раскошеливаться на обвес для DualShock'а. Нельзя сказать, что из Vita получается ну прям ужасный геймпад, просто ее довольно неудобно держать. Положение кнопок и менюшек попросту отличается от того, к чему вы привыкли. В любом случае, почему бы и нет. Если портативная консолька валяется на полке и собирает пыль, а вы хотите поиграть в кооперативе или использовать ее для фарма-ачивки, вы знаете, что делать. Просмотр скрытых достижений и автопоиск. Когда на Xbox 360 появилась система достижений, Sony естественно ее скопировала, и теперь она стала неотъемлемой частью последних двух поколений. Однако они же и добавили такое понятие, как платиновый трофей, который демонстрирует стопроцентное прохождение игры. Именно платина привила многим игрокам, включая меня, любовь к охоте за достижениями. Следующий совет предназначен именно для таких, как мы. Просматривая свою библиотеку в поисках игр, близких к платине, можно заметить несколько секретных трофеев. Зачастую они привязаны к прохождению сюжетных миссий, спойлером или самым настоящим секретом, так что бывает трудно понять, как их выполнить. Особенно раздражает, когда для получения трофея нужно заново проходить игру, и к счастью, у PS4 есть решение. Выберите достижения при помощи крестика, а затем нажмите квадрат, чтобы понять суть скрытого трофея. Все вот так просто, но и это еще не все. Нажав по трофею еще раз, откроется браузер с соответствующим поисковым запросом. Таким образом, вам не надо садиться за ПК или доставать телефон, чтобы найти гайд к последнему трофею. Этот трюк поможет улучшить работоспособность PS4. Даже если пользователи успели обновиться до версии Pro, они могут заметить, что устройство работает хуже, чем после приобретения. Шума стало больше, а время загрузок значительно выросло. Расстраиваться, конечно, не стоит, ведь этот аспект можно исправить. Сейчас мы вам расскажем, как именно улучшить работу консоли. Процесс немного напоминает дефрагментацию жесткого диска на ПК. Индексация и управление файлами на PS4 оставляет желать лучшего. А винчестер на консоли со временем сильно замусоривается. Ниже изложенная инструкция от Джона Глэскока поможет все наладить. Для начала нужно включить PlayStation 4, дождаться загрузки, а затем правильным способом выключить консоль. Игрок должен зажать кнопку пуска и держать, пока не услышит два звуковых сигнала. Они означают, что PS4 переведена в безопасный режим. Далее необходимо подсоединить DualShock 4 к устройству с помощью кабеля. Потом нужно найти и выбрать в списке параметров «Перестроить базу данных». Не нажимайте клавишу Initialize PS4, так как это приведет к стиранию системы, загруженных игр, файлов с сохранениями и прочего. После выбора пункта «Перестроить базу данных» на консоли начнется реорганизация файлов, что улучшит навигацию и повысит производительность. Длительность процесса зависит от того, сколько времени прошло с момента последнего запуска упомянутой функции. Если игрок долго пользовался консолью и решил перестроить базу данных, то следует готовиться ждать несколько часов. Иногда этот аналог дефрагментации запускается самостоятельно, например, после неправильного выключения PS4 с отсоединением кабеля питания. Чем чаще проводится оптимизация, тем меньше времени она будет отнимать. Секреты кнопки «Поделиться» Что же делает эта странная уродливая кнопочка? С 2013 года многие люди задавались этим вопросом и еще больше случайно нажимали ее посреди схватки с боссом, что вызывало задержку управления и скоропостижную смерть. Ну, по крайней мере, вы сделали скриншот. На деле она представляет собой многофункциональный инструмент для сохранения скриншотов и клипов, более того, с ее же помощью вы можете ими поделиться. По умолчанию длинное нажатие делает скриншот, короткое, скриншот, клип и открывает соответствующее меню, а двойное запускает запись видео. То есть вместо того, чтобы сохранять прошедшие 15 минут геймплея начнется новая запись, интересная и в целом полезная функция, которой тем не менее не хватает какой-то доработки. Если хотите быстро запечатлеть какой-то странный баг и отправить его своему другу или же сделать скриншот того, как ваш клан впервые прошел рейд, вы сможете сделать это без каких-либо проблем, нажав всего одну кнопку. Мобильные приложения PlayStation и их длинный-длинный путь Говоря о приложениях PlayStation, а их по какой-то причине несколько, многие люди не знают, насколько они могут быть полезны. Во-первых, если вы старомодный человек, который до сих пор не знает, как работает Дискорд, то вы можете использовать приложения для общения со своими друзьями и планирования грядущего рейда, пока еще сидите на работе. Во-вторых, как говорилось ранее, вы можете удаленно инициировать закачку игр на консоль, а также листать магазин, чтобы покупать игры. В-третьих, через приложение можно проверять группы, события и друзей. Последнее особенно полезно, если вы находитесь посреди загрузочного экрана и хотите ответить на сообщения. Ну и наконец, хоть PS-приложения далеко не самая лучшая вещь, виданная человечеством, однако они все еще помогают взаимодействовать с консолью, и откровенно говоря, многие воспринимают это с какой-то насмешкой. Это довольно справедливо, учитывая ту же давно мертвую идею Xbox Smart Glass. Но если вы хотите выжать из PlayStation все возможности, то мобильные приложения просто необходимы. Это, как нам показалось, самый интересный и важный из фишек, которые вы можете использовать в своей любимой консоли. Может и у вас найдутся какие-нибудь важные советы и лайфхаки для PS4, которые помогут в пользовании приставкой? Не стесняйтесь, делитесь ими в комментариях. Ну и конечно же, подписывайтесь на наш канал, жмите на лайк и колокольчик. До встречи на XGTV. Смотрите и играйте вместе с нами. И это видео. Продолжение следует...